Качеством работы жилищно-управляющей компании «Роща-1» жильцы дома номер 105А по улице Островского недовольны уже давно. В подъезде у них не убирают, но ремонт они делали сами, своими силами, 8 лет назад. Однако главная проблема на сегодняшний день состоит не в этом. И если бы через камеру можно было передать тот запах, который здесь стоит, вы бы поняли, что это дело пахнет отнюдь не керосином. Практически невыносимый запах канализации докучает жильцам этого дома уже не первый месяц. Причина этого проста и понятна. С 27 октября происходит затопление общедомового подвала, а также цокольных помещений с точными водами. И если жильцов пока беспокоит только неприятный запах, то собственники нежилых помещений несут реальные убытки. Все они уже не раз обращались во всевозможные инстанции. У ЖК – городская роща-1, администрацию, городу, жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, водоканал. Однако ситуация пока не изменилась. Службы водоканала и управляющие компании практически на протяжении почти двух месяцев бездействуют. Потому что на сегодняшний день, а сегодня у нас 21 декабря, авария не устранена. Поступление с точных вод как было, так и есть, так и продолжается. Идут одни отписки, составление актов, сборы комиссий без какого-либо видимого результата. После осмотра комиссии, которая все-таки выехала на место, было выдано заключение, что коллекторы водоканала находятся в исправном состоянии. В актах указано, что нужно произвести герметизацию подвала и откачать воду из коллекторов. Сделать это обещали до 25 декабря. Однако жильцы опасаются, что за четыре дня ничего не изменится. Отвратительный запах, полнейший антисанитарей, огромные крысы не так пугают жителей, как трещины, которые стали появляться на несущих стенах. Люди боятся, что однажды их дом просто рухнет. У соседей по квартире на четвертом этаже пошла трещина. То есть где-то усадку дает фундамент. И в квартире пошла по основной стене трещина. Что дальше будет, я не знаю. Я думаю, что это будет такая же ситуация, как на улице, в переулке осеннем, когда произошел взрыв. То есть люди писали, говорили о котельной. Никому дела до этого не было. При очередном обследовании, это было 9-го, то ли 12-го декабря, значит, нашли причину, ну, в смысле, место поступления вот этих вот канализационных стоков в общий подвал дома. Я сам лично там присутствовал, когда искали, откуда же идет поступление. Значит, идет поступление канализационных стоков из-под фундамента дома. Два буруна, достаточно серьезных. Мы позвонили в управляющую компанию «Городская роща-1», где нам пояснили, что наконец-то нашли причины происходящего. И в ближайшее время будут предприняты действия для ее устранения. МПТС с водоканалом совместно будут скрывать асфальт, копать перед входом со стороны Островского. То есть, 99% из 100, что именно повреждения и пересечения трассы водоканала и ЕРМПТС. Все на ушах не только сегодня, но и вчера, и позавчера, с той пятницы, с вчера на пятницу. Значит, сейчас все это дело рассматривалось на всех уровнях. То есть, я думаю, что в эти дни ближайшие наконец-то все это дело произойдет. Нам очень долго не могли найти причину основную, откуда идет поступление и так далее. То, что это извне, это однозначно. В любом случае, наша телекомпания будет поддерживать связь с жильцами, отслеживать изменения ситуации. Надеемся, что еще до Нового года люди смогут в буквальном смысле этого слова вздохнуть спокойно. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».